На неделе страна также отметила годовщину Аксийского расстрела. 17 марта 2002 года отряды милиции особого назначения около села Боспиек в Диалабадской области встали на пути мирного марша жителей нескольких сел, которые направлялись в районный центр Гербен, где должны были объявить судебный вердикт по уголовному делу в отношении тогдашнего депутата Азимбека Бекназарова. На месте были убиты выстрелами из милицейского оружия два человека. Двое умерли ночью в больнице. Еще один скончался от побоев утром. А затем, уже 18 марта в Кербене, милиция застрелила еще одного молодого человека, за которым даже гонялись на машине по улицам. Погибли Милетпек Бекмуратов, Хадархол Сапаралиев, Саветпек Тагаев, Эльдиар Юмиталиев, Сатимбай Иркимбаев и Бегалы Четимбаев. Шесть человек. К ним надо добавить и экономиста Ширалы Назарколова, который умер в Бешкеке 7 февраля на 22-й день голодовки в поддержку Бекназарова. Приказ о введении в действие милицейских планов «Тайфун» и «Буран» подписал тогдашний премьер-министр Курманбек Бакиев. Но об этом стало известно только через несколько лет. Я тоже не знал. Если б я знал тогда, Бакиев никогда бы не стал президентом. Я узнал об этом в июне, когда исполнял обязанности генпрокурора. Это нашлось в бумагах правительства. Я пошел к Бакиеву и сказал, что оказывается он подписал приказ о введении в действие милицейских планов. Он мне ответил, что когда пришел на заседание, которое проводил Корыбкулов, тот сказал, что так как Акаева нет, то он, как второй человек государства, должен подписать. Бакиев сказал, что подписал, хотя якобы не имел никакого отношения.